Какие приемы нам могут в этом помочь? Мне кажется, вы же хорошие практики, вы часто с этим сталкивались. Напомню просто, какие приемы были бы полезны для того, чтобы такую беседу проводить. И прием первый – это высказывание. Как только мы строим беседу по принципу «ты не справился», «ты плохо выполняешь свою работу», «твои показатели не соответствуют норме», «мы моментально садимся в позицию карателя», «мы моментально вызываем в лучшем случае состояние жертвы, в худшем случае ответную реакцию по типу «ты сам дурак». Поэтому наша задача выстраивать беседу, в первую очередь формулируя все высказывания через «я». «Я решил», «я подумал», «мне важно», «я обращаю на это внимание». Потому что тогда это не конфликтная ситуация, да, тогда мы не провоцируем его взаимную агрессию в ответ на наше высказывание, убирая вот этот момент обвинения. Второе, что нам может помочь, – это техника заезженной пластинки. Она хороша для беседы с жертвами. «Ах, вот что же я буду теперь делать, ах, вот я теперь вот не могу найти свою работу». «Я все понимаю, но решение принято». Он опять, «Ах, вот у меня некому кормить детишек, ах, вот я теперь, мне уже 45 лет, меня никто не возьмет на работу». «Я очень тебя сочувствую, но решение принято». Вы заготавливаете, да, вот какую-то фразу, которая поддерживает ваше решение, и время от времени ее проговариваете. Техника заезженной пластинки. Вот это основная идея, которая для него должна прийти ему в голову. Что вот сейчас обсуждения, которые здесь происходят, они бессмысленно, ни на что не повлияют, потому что решение уже принято. Иногда, если мы с вами попадаем на карателя, который вот прям активно проявляет агрессию, нам поможет техника внешнего согласия при агрессии. Когда на какие-то серьезные выпады «Ах, вот ты сам будешь уволен завтра!» мы не спорим, не опровергаем его позицию, не кричим о том, что мы такие ценные сотрудники, а просто внешне соглашаемся. Говорим, да, возможно, может быть, всякое бывает. Мы тем самым уходим от, ну, просто от этого конфликтного разговора. Мы не сопротивляемся, не пытаемся его переубедить, а просто внешне демонстрируем ему согласие. Да, возможно, и со мной такое случится. Ах, вот, вообще эта фирма скоро загнется. Да, вероятно, такое случится. Да, просто вот отстранились, все, просто убрали.